Так-так, сочиняй мечты, есть миллионы шансов, что скоро будет все сбываться. Сегодня в селе Волково проходит соревнование по волейболу. Здесь работает молодой учитель фитнес-кутур Иван. Он тренирует детей, школьников абсолютно бесплатно. Это история для людей и про людей из большой буквы. Я работаю учительом физкультуры в МАУ Волковской СОЖ. Занимаюсь волейболом и гиревым спортом. У нас ведется секция от школы, и мы ведем, тренируемся. Как вы думаете, что эти соревнования будут чаще проводиться? Будет ли больше желающих от этого? Думаю, конечно, люди будут подтягиваться. Чем больше интереснее, больше людей, дальше больше. Благодарю за то, что даете возможность участвовать и создавать такие турниры. И тем самым, я думаю, мы подаем пример, что нужно вести активный образ жизни, не сидеть дома, придумывать какие-то игры и так далее, и участвовать в них. Вот, огромное еще раз всем спасибо, поздравляю. Я три раза потрогала мячик, и один раз мячик потрогал меня. Три-один в мою пользу. Расскажите, пожалуйста, как пришла идея проекта? Идея пришла, познакомились с Иваном. У него был запрос на проведение турниров. Он сам тренирует ребят, причем бесплатно, в школе игрит. Ну, они в Волково село, у них соревнований не так много. И был запрос на проведение турнира. Ну, собственно, мы его провели. А расскажите, какие дальше инициативы вы готовы поддерживать? Дальше инициативы тоже благодаря Ивану. Опять же, мы хотим поддерживать ребят, у которых есть запрос на какой-то там активный образ жизни. Возможно, мы их куда-то сделаем, нужна поддержка. То есть, проект будет называться «Фарфоры люди», и мы готовы людей поддерживать с запросом. А в такие времена, как никогда, нужно поддерживать друг друга. Вот, например, компания «Фарфор» запустила проект «Фарфор и люди». Она заключается в поддержке разных социальных инициатив. Продолжение следует...